всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели ну что ж мы находимся в самаре и сейчас это тестовая поездка потому что в мае с примерно 16 по 26 мы будем снимать большой проект посвященный городу может быть что-то вокруг еще снимем но так или иначе будет большой летний проект про этот замечательный город и сейчас я нахожусь здесь просто на разведке так что не говорите мне потом что что ж ты не предупредил да что ты такое мы тебя тут провели там провели вот последнее предупреждение но как видите у меня за спиной волга и это особый такой как это все мне уже местные уши прожужжали замечательной фразой у нас свой волжский гедонизм то есть вот у нас середина рабочего дня на пляже убираются до готовится к майским праздникам но при этом на пляже достаточно но не сказать что прям много но достаточно заметное количество народу и и все загорают отдыхают гуляют по набережной в общем совершеннейший город курорт и да происходит это все в самом центре города то есть здесь вот буквально исторические кварталы мы с вами гуляли по набережной во время стрима запись стрима вечерней самары есть на канале так что спешите видеть мы буквально через через неделю точно уберем это в архив и все это можно будет увидеть конечно же в том числе в ролике но там я старался еще без спойлеров тут еще и новость приходилось ко двору что московские метростроители будут строить метро перегон самый центр тут парадокс заключается в том что метро в самаре есть но чтобы в него попасть надо из центра уехать доехать там до спальных районов и по всем уже спальным районом передвигаться на метро причем но это одна линия которую вот хотят продлевать в центр и вот метростроители приедут построят здесь много чего ну и заодно может быть и метро по старой сложившейся традиции потому что здесь и бункер сталина здесь в общем много чего еще об этом тоже будем все мы рассказывать в ролике так что ждите а мы с вами направимся в старый город тем более что тут замечательные дворики и в общем все сейчас сами увидите ну а главной новостью москве на этой неделе даже подмосковье было то что вдруг все увидели но ничего не не все но многие увидели северное сияние северное сияние по сведениям очевидцев длилось но минуты две потому что но вы понимаете это редкое явление да еще должно сложиться все то есть ясное небо и выбросы на солнце и еще целый ряд факторов но тем не менее вот так вот удивительно в наших широтах стало появляться это явление которое раньше было характерно только для северов тем более что вот но последний раз немножечко слабо его замечали даже там в декабре феврале в общем что-то странное творится но еще на этой неделе прошла первая репетиция парада дело в том что прошла она вообще практически без предупреждения просто объявили с утра что будет перекрыть центр и и все поэтому в четверг в москве были десятибальные пробки и некоторые даже там стаганки в замоскворечье ехали по два с половиной часа и более того самое удивительное что в этом году особо даже еще не сообщают будет ли воздушный парад а еще у нас 27 апреля то есть уже получается на этой неделе и по 10 мая красная площадь в принципе будет закрыта для всех опять же в связи с проведением парада и подготовка его так что имейте ввиду что на майские праздники особенно если вы собираетесь ехать в москву на красную площадь вы не попадете куйбышевское бюро путешествий и экскурсий но наша тема вообще самарские дворы но если посмотреть вот на карту самары исторической самары то это вообще удивительная отдельная тема потому что многие сравнят это с питером но в петербурге дворы колодцы и все сильно выше а здесь это прям большие по площади замкнутые кварталы где совершеннейшая своя жизнь тема самарского двора это вообще предмет возможен отдельного исследования но вот мы с вами уже вот немножечко в них окунулись напомните мы рассказывали вам про район рогатинского затона в отдельном ролике где ведется активное строительство так вот помимо жилых домов и офисных помещений там строится еще и новый мост через новинский затон раньше чтобы заехать в район нужно было делать крюк вокруг затона новинки теперь этого можно будет избежать новый мост свяжет симоновскую набережную с южнопортовым районом и общая длина его составит 615 метров на нем будут две полосы в каждую сторону и это часть 11 километровой магистрали которая пройдет через крутицкую симоновскую набережную марка шагала на агатинскую пойму новоспасского мост пройдет и дойдет до 2 южнопортового проезда и конечно же вечная пробка на третьем транспортном кольце на юге разгрузится интересно что мост стоит на 9 опорах и 2 из которых расположены под углом 75 градусов и это дает больший простор для навигации которая кстати во время строительства не прекращалась еще интересный момент то что строительство этого моста делалось методом продольной надвижки то есть потихоньку мост надвигали на опоры над рекой и в конце концов он занял свое стабильное положение сейчас на мосту через затон новинки идут финальные строительные работы их планируют завершить в этом году и после чего строители займутся установкой ограждений уличных светильников дорожной разметкой и таблички навигации там появится новый район москвы развивается очень и очень быстро в москве стоят теплые дни при этом отопление начинают отключать только сейчас даже в некоторых квартирах наблюдается то что он называется таким даже не термином а жаргоном перри топ то есть когда жителям из-за сильно горячих батареи приходится открывать окна и то есть и батареи борется с наружным воздухом я с этим прекрасно знаком я как-то на в одном из городов не в москве попал в такую ситуацию и в съемной квартире чтобы хоть как-то вей ночью уснуть от жары окна не помогали батареи топили еще сильнее пришлось закрывать окна и включать кондиционер батареи кто кого это конечно касается в основном старого жилого фонда где батареи невозможно отключить в квартире но такого жилого фонда как вы понимаете в москве очень и очень много при этом отдельно забавно что на майские праздники обещали похолодание и даже чуть ли там до минус двух будет и вот из огня до влет сразу же но будем надеяться что прогноз все-таки ошибается но тем временем на церковь рождества пресвятой богородицы в бутырской слободе вернули три главки это храм который мы как-то показывали на стриме он характерен тем что его разорвало зданием советским типовым и колокольню все прекрасно знают она на магистрали стоит а вот сам храм основной он находится за зданием его уже много лет реставрируют ну и вот сейчас большой и важный этап состоялся ждем когда опять же увидим этот храм во всей красе при этом продолжая тему восстановления у нас в парке музеон после длительной реставрации вернули буратино буратино который которого все знали по 90-м годам и начало двухтысячных годов с которым все фотографировались он так красиво на лавочке сидит он конечно же весь растрескался и красочный слой не был поврежден но вот восстановили и вернули вернули бы еще деда мазая с зайцами было бы совсем хорошо ну а как видите у меня за спиной сейчас лютеранская кирха и этим еще тоже характерно космополитичная самара когда-то до революции особенно потому что доминантами здесь являются зачастую даже не церкви а вот католический костел и вот это здание кирхи но как вы знаете нет добра без худа если где-то что-то восстановили то обязательно где-то что-то подснесли и в частности у нас в рамках реконструкции закрытого рижского вокзала снесли историческое здание поста централизации вот прекрасное здание было могли бы хоть как-то сохранить и очистить просто до колорита бы стояла но увы ну а выхина жулебина у нас в июне демонтируют монумент посвященный метростроению и вот помните я обещал что обязательно сделаем стрим по жулебина видимо до июня точно его нужно сделать а потому что этот монумент круг символизирующий тоннели два поезда в нем это но диаметр крупного тоннеля самого крупного московской метрополитене он конечно временный был и не подразумевался что он будет на века стоять но все равно как-то жалко оба объекта что этот пост централизации что вот памятник тоннелю метро они конечно же не стояли на охране но в самаре как видите много где сохранились замечательные советские мозаики и и про мозаики мы тоже будем рассказывать в ролике потому что это что-то уникальное и они еще и многие из них содержатся в очень неплохом виде как вот здесь посвященная аэрофлоту ну а еще можно сказать что весна окончательно наступила потому что на москварике запустили навигацию стали пропускать суда через шлюзы и скоро пойдут круизные пароходики но уже в процессе монтажа пришла новость что открыли южный речной вокзал южный речный вокзал который открыть обещали уже там какое-то время там работы активно велись буквально последние годы и модернизм который был в общем то такой весь потрепанный сейчас отделали современными материалами смотрится это конечно но неоднозначно но тем не менее по форме здание сохранили и самое интересное что там еще и статуи которые раньше весили три с половиной тонны теперь сделаны из стеклопластика из легкого и заменили и они весит теперь 300 килограмм везде при официальных пресс-релизах пишут что ну почти как старые вот надо будет заехать посмотреть потому что здание конечно же как советское не выглядит скорее как современное но вот отсылками к советскому модернизму ну и внутри соответственно интерьеры уже тоже обновлены но тем временем пришла удивительная новость спрос на квартиру в новой москве упал почти в два раза то есть количество сделок за год упала на 43 процента при этом тоже жилье падает в цене самая дешевая квартира в новой москве согласно данным стоит пять с половиной миллионов рублей ну а тем временем средний пояс москве превращается в город небоскребов на этой неделе целый материал огромный вышел в комсомольской правде где отображены были все планы и все собрано в одно было где обозначено было что ну во первых самое офисное здание у нас появится в москве 400 метров небоскреб в стиле казимира малевича в сити и к 2030 году его собираются сдать у нас дом дау тоже в сити появится 340 метров при этом не только в сити единым потому что жилой дом мод 200 метров марина роща жилой квартал небоскребов upside towers 200 метров на бутырской эра сто восемьдесят пять метров на павелецкой на дербленевской набережной и на дмитровской у нас symphony 34 190 метров в общем а да в тушину кстати city bay построят корпуса тоже 180 метров будут в общем вот у нас удивительное развитие если в америке у них там называется downtown если сверху чуть-чуть посмотреть на город а там такая в середине большая игла или такая какая-то гора из небоскребов а вокруг расходится сплошная сабурбия одноэтажная америка про которую писали льв и петров ну а в москве наоборот малоэтажный центр ну конечно не по два по три этажа но все равно самый большой дом это 10 этажей в центре это он так торчит очень сильно дореволюционный все что касается в центр такой маленький а дальше все как в чаше вырастают огромные небоскребы вот такой вид москвы с воздуха будет уже к 2030 году точно да и уже сейчас он принципе такой при этом как вы понимаете большинство населения мегаполиса будет жить в очень и очень маленьких квартирках у нас даже на этой неделе появилось объявление о продаже помещения под жилье как апартаменты там прописаться нельзя площадью 2 и 8 квадратных метров то есть меньше трех квадратных метров по цене 870 тысяч рублей то есть прийти и немножечко калачиком свернуться поспать ну и спрашивается а где все будут жить все будут жить на улице потому что домой будут приходить ночевать как по концепции 20-х годов в домах коммунах а жить будут где-то на воздухе потому что до конца мая во всех округах москвы подготовит 136 мест для отдыха у воды 13 из них с возможностью купания но во-первых во-первых 136 мест у воды это грубо говоря у каждой лужи у каждого пруда в районе чего-нибудь просто там приберутся поставят это как бы для отчета но 13 мест для купания это как бы уже какая-то цифра при том что уверен что половина из них точно в новой москве ну а штуки две-три в зеленограде но сама москва только на северо-западе наверное где-то там в строгино и в крылацком так что ночуйте дома время проводите в общественных пространствах ну зря что ли вам понастроили оглянитесь вокруг какие вам корпуса понастроили какие газоны разбили водопровод телевизор газовая кухня парники цветники мероприятия от вас что требуется ну а еще на этой неделе белка кар каршеринг отчитались что у них появились первые москвичи в каршеринге ну они их зарегистрировали в системе поставили на номера но я специально проверял запускал приложение буквально вот за пять минут до записи новостей ни одной машины москвич в белка кар пока нет хотя фильтр уже есть но видимо вопрос недели-двух ну а о братьях наших меньших помните такая есть поговорка довольны как слон почему а вот почему потому что он азиатским слонам зоопарке насыпали нового песка но и посмотрите как они резвятся и какие они довольны вот уж действительно видео лучше всего иллюстрирует вот этот тезис про доволен как слон радуйтесь простым вещам как слоны но у нас эфире ваша любимая рубрика московские старости 30 апреля 1971 года то есть 52 года назад был открыт цирк на проспекте вернадского сам по себе очень интересный проект модернистский удивительный еще тем что он тогда технически был оснащен просто по последнему слову техники там опять быстро сменяющихся манежей и вообще отдельный репетиционный манеж и эти манежи меняются просто как вот ну как стол самое интересное что в принципе вне зависимости от того цирка то на 5000 человек или на 500 человек доходит на 100 у всех мани всех цирков в общем но по всему миру стандарт 42 фута диаметр арены то есть 13 метров это требование еще с 19 века и потому что кони когда бегают по кругу они должны под определенным углом бежать но и в принципе поддерживать скорость и вот пришли к такой золотой цифре 13 метров вообще интересно как развивались цирки вообще во всем мире потому что если вот в россии еще до революции тем более в советском союзе это стационарные огромные государственные цирки с постоянной труппой то в америке например и во многих странах европы сохранилась именно средневековая традиция цирков что это бродячий цирк шапито и он просто ездит из города в город и на различных пустырях дает представление ну и напоследок конечно же куда пойти в выходные на этой неделе у нас ну во первых в центре зотов у нас выставка посвященная конструктивизму логос голос конструктивизма у нас выставка евгений халдей эпоха в кадрах в историческом музее шикарнейшая выставка и в принципе исторический музей у нас плохого не выставляет так что просто я советую на них подписаться и отслеживать что у них происходит более они очень активно ведут свои соцсети ну и конечно же у нас всегда есть ссылка на различные мероприятия и на пост где мы описываем что где происходит плюс там календарь дан потому что не многие мероприятия длятся как вы понимаете больше полугода а той год и на них можно попасть не обязательно в одни выходные у нас на этой неделе стримы также будут я вот буквально сейчас чуть-чуть еще догуляю по самаре еду на поезд и сразу с корабля на бал в митино в митино сразу с поезда потому что работа сама себя не сделает как же не могу я вас субботу оставить без утреннего шоу будем по митино ездить и смотреть что там из старого сохранилась а там самое удивительное что здесь старый хотя казалось бы район абсолютно вообще стандартный у нас назовем стрим это возвращение на арбат потому что по арбату мы с вами хотели догулять но как пела куджава никогда до конца не пройти тебя поэтому пойдем в прошлом сходили от конца к началу и прошли треть а в этот раз пойдем от начала к концу и на я надеюсь хотя бы половину пройдем и конечно же у нас 1 мая и третий стрим у нас будет в понедельник также в 10 30 в районе пресни по большой грузинской вот как раз в районе того же центра зотов в общем погуляем посмотрим и все вам покажу ну и конечно же приходите на наши экскурсии которые также проводятся в поддержку нашего проекта потому что мы существуем и вот эти проекты про самару например реализуем исключительно благодаря вам здесь исключительно вот те самые донаты те самые деньги которые приходят нам с бусти потому что я живу просто этим проектом ну как вы понимаете но это моя страсть и мое дело и у нас в субботу будет рад вас поводить алексей дедушкин о дворовых лосях немецком квартале и писательских драмах близ хорошевского шоссе от метро беговая сам бы пошел на эту экскурсию если бы успел и не был бы в митинг в этот момент и у нас я вас повожу опять арбат его переулки после стрима погуляем еще с экскурсии только немножко другим маршрутом конечно же это наша одна из старейших экскурсий и всегда на ура потому что но арбат это основа основ азбука москвы ну и конечно у нас 30 апреля еще одна будет экскурсия по преображенке ивана баших будет рад вас поводить в 15 часов от метро преображенская площадь это новая экскурсия которая вот буквально в этом сезоне у нас запустилась так что спешите видеть и от курской до хитровки вас также поводит ивана башев 1 мая в 15 часов от курской так что все места встречи все подробно описание билеты все можно по ссылке найти но я здесь с вами прощаюсь ставьте лайк подписывайтесь на этот канал если еще этого не сделали ну а я здесь до исследую до планирую и на поезд и в митинг с вами был александр соль совсем пока и до новых встреч